Сегодня я отложила все дела, потому что у моего мужа день рождения, и мы ждем в гости его красавицу-сестру Джилл Смит и нашего доброго друга Кевина Салливана, который поможет подготовиться к приему остальной толпы гостей. Здравствуйте, я Тиффани Тиссон. Будучи актрисой, я встречаю множество людей. Кто знает, что будет дальше. При таком графике, я к тому же ищу мама, а трудновато поддерживать связь со всеми, поэтому я люблю собирать всех на ужин у себя дома. Повеселимся сегодня? Я люблю вкусно поесть. Мои друзья называют это ужин у Тиффани. Устраивайтесь поудобнее. Ужин у Тиффани Если путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, то мой муж точно упадет в обморок. Я устраиваю проверенный временем техасский праздник с любимыми угощениями именинника. Сначала я буду коптить сочную, нежнейшую грудинку, а еще кукурузный салат с хрустящей хикамой и лаймом. Затем остро-сладкие запеченные бобы моей мамы. И, наконец, мой изумительный трехслойный морковный голый торт, который так и просится в рот. Один из самых моих любимых людей в целом мире, безусловно, мой удивительный, наивный и прекрасный муж. Сегодня мы отмечаем его самый особенный день. Что может быть лучше, чем порадовать его копченой грудинкой? Мой муж Брэдди родом из Техаса, где копченое мясо весьма популярно. Это то, о чем он мечтает каждый раз, когда мы едем в Техас. Поэтому я решила, что будет здорово принести сюда частицу Техаса и отметить его особенный день. Это моя большая классная коптильня. Я приготовила деревянную щепу, которую замочила гикри, обладающей приятным нескитовым ароматом. Щепу нужно замачивать по крайней мере минут 30. Тогда у вас образуется качественный дым. У меня 3 килограмма грудинки, которую я вынула из холодильника и оставила нагреваться до комнатной температуры. Я ее натерла, получилась сладкая, острая, идеальная грудинка. Для обмазки я смешала коричневый сахар, черный перец, поваренную соль, порошок чили, луковый чесночный порошок и немного каенского перца. Смешала все ингредиенты, тщательно обмазала грудинку, обернула ее, чтобы мясо хорошенько пропиталось, положила в холодильник на 6 часов. Сегодня у меня праздничное настроение. К нам приедет много классных ребят из Техаса. Они все будут очень голодные. Так, вынимаем. Кроме того, у меня есть небольшая емкость с жидкостью. В ней вода и яблочный сок. Она поможет сохранить сочность в мясе. Яблочный сок также подсластит мясо. Кроме того, копчение, как правило, занимает определенное время, а в остальном процесс очень простой. Кладете мясо в коптильню, и она делает свое дело прямо на решетку. После этого я воспользуюсь своим простым и удобным гаджетом, внутренним термометром. Мы должны поддерживать температуру 90-100 градусов. Грудинка – это тот продукт, который нужно готовить медленно и неторопливо. Оставим ее коптиться на 4-5 часов, пока внутренний термометр не покажет около 80 градусов. Ну а мне пора заняться остальными блюдами. Большую часть времени вы едите кукурузу прямо с гриля. Сегодня, я думаю, будет лучше приготовить что-то праздничное, яркое, вроде кукурузного салата. Хорошо сделать что-то легкое, когда у вас такое количество тяжелой еды. Я готовлю красочный кукурузный салат. Рустящий и свежий. Берем красный перец, красный лук, авокадо, который придает нежность, и хикаму. Одно из моих любимых вещей, которое обладает ярким, свежим, хрустящим вкусом. Кстати, Харпер очень любит эту штуку. Я тоже. Ладно, беру черные бобы, которые я уже просушила. Здесь две банки промытых и высушенных черных бобов. Четыре чашки кукуруды. Кукуруза, кстати, вкусная. Что ты делаешь, мамочка? Привет. Тебя здесь быть не должно, хотя ему можно. Тебе нет, именинник. Теперь я уже мама двоих. У меня прелестная дочь, Харпер, мое солнышко и маленький сыночек Холд, великан. Нет, он мой любимый пупсик. Просто он большой. Привет. Привет, малыш. Привет, как твои делишки? Тусуешься с нашим именинником? А как же. Смотри-ка сюда. А тебе сюда нельзя. Почему? Потому что это сюрприз. Смотри, какие цвета. Холд, правда красиво? Подожди, пока начнешь есть эти вещи, дружок. Добавляем один красный болгарский перец, одну маленькую красную луковицу и два авокадо. Как вы? Отлично. Твои ребята скоро придут, поэтому я тороплюсь. Я понял, затишье перед бурей. Да уж, это мне знакомо. Ладно, родной, тебе лучше отсюда уйти. Я вас люблю. Проводи время с папочкой. Мы пошли, я люблю тебя, поцелуй. Пока. Скажи, пока, мама. Пока, малыш. Скажи, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Мы еще вернемся. Добавляем немного свежей кинзы. Это добрая техаско-мексиканская классика. Кстати, о Техасе. К нам приедут наши дорогие друзья из Техаса. Моя прекрасная заловка Джилл Смит приедет мне помогать. И близкие друзья Брэдди, которые теперь стали и моими друзьями. У нас ожидается шумная и очень веселая компания. Посмотрите, как красиво. Берем пол чашки сока лайма. Он станет по-настоящему кислым дополнением к этому прекрасному салату. Затем берем четверть чашки оливкового масла. Две чайные ложки соли. Одна чайная ложка перца. И чайная ложка кумина, который придаст копченый привкус блюду и будет прекрасно сочетаться с грудинкой. Замечательно. Получился прекрасный, красочный кукурузный салат. Надо его попробовать и убедиться, что всего достаточно. Вкуснота. А в нем столько свежести и пряностей. Получился такой освежающий салат. Ставлю его в холодильник, а тем временем приготовлю вам знаменитые запеченные бобы моей мамы. А заодно проверю грудинку. Будем заниматься бобами, господа. Речь идет не о простых бобах. Мы говорим о рецепте моей мамы. Это знаменитые запеченные бобы моей мамы. Они сладкие, острые. И в них есть бекон. Они идеально подойдут к этому меню, потому что у нас сегодня техасская тусовка. К нам приезжают ребята из Техаса. И начинаем мы с бекона. Этот бекон придаст богатый вкус запеченным бобам. Режем его довольно мелко, так она быстрее приготовится. У нас много бекона. Эти запеченные бобы моя мама готовит с тех пор, как я тебя помню. Они были фирменным блюдом много лет. Перекладываем бекон в сковороду. Его много. Но мы ждем больших мальчиков в гости. Бекон – вещь. Признаюсь, мне нравится его запах. Ну, как он может мне нравиться? Согласитесь. Кевин! Привет, привет, Тиев. Рад тебя видеть. Привет, дорогой. Как ты? Все путем. Я от самого Техаса чую запах бекона. Ну, еще бы. А как же иначе? Кевин Салливан – один из близких друзей Брэдди со времен колледжа. Поначалу я всегда шутила, что встречаюсь с Брэдди и одновременно встречаюсь с Кевином, потому что, казалось, они всегда рядом. Брэдди, а потом Кевин. Приветик! Как дела? Чем тебе помочь? Ты настоящий техасский джентльмен. Ты не принесешь четыре банки фасоли? Открой их, пожалуйста, и промой. Ты же тоже готовишь? Я права? Да, я готовлю, люблю это дело. А ты думаешь, почему я тебя позвала? И Брэдди с другой стороны, да? И Брэдди с другой. В колледже его блюдо было сыр-гриль в голубом сыре пять дней в неделю. Этого я не знала, надо же. И его мастерство, безусловно, выросло с тех пор. Если меня нет дома, приготовить ему еду, то это арахисовое масло с джемом и чипсами. Буквально. И он кладет чипсы в сэндвич. Нормально. Он и раньше так делал? Да, он всегда так делал. И знаешь, прямо из пачки или из банки. Тиф, а зачем промывать бобы? Потому что я приготовлю свой соус. В данном случае мне нужны сами бобы. Я добавлю к ним свою смесь. Для этого у меня есть бекон. Кстати, его пора вынимать, но мы обязательно сохраним этот дивный жир от бекона. В нем я пожарю лук, и мы сохраним все ароматы. Ты можешь просто подать ребятам этот поднос с беконом. Да, ты прав, я знаю. И мы будем счастливы, как удавы. Пиво и еда, вот все, чего вы хотите. Именно это вы и получите. Хочешь достать пиво из холодильника? С удовольствием. А я потушу порубленный лук. Затем нарежу шесть зубчиков чеснока. Обожаю чеснок. Я тоже. Особенно, если ты опустишь в капельку жира от бекона. Здесь не капелька, здесь море жира от бекона. Сколько человек будет? Не могу сосчитать. Думаю, человек одиннадцать. Будет весело. Все наши близкие друзья за 20 лет. С ума сойти. В ребятах я обожаю одно качество. Теперь они живут в разных городах, у всех семьи, но они всегда собираются вместе. Для них это очень важно, несмотря на прожитые годы. Всегда собираться вместе. Итак, добавляю чеснок. Потушим все это вместе. И начинаю готовить соус. Добавляем бекон. Не говори ребятам. Не скажу. Теперь добавляем бобы, лук, чеснок. Все такое вкусное. Очень вкусное. Кладем чашку коричневого сахара. Пол чашки светлой мелассы. Еще один подсластитель. И чашку соуса барбекю. Это прекрасное блюдо, которое можно приготовить заранее, засунуть в холодильник, потом поставить в духовку и все дела. Ты с детства готовила? У нас в семье все женщины готовили. Вот я и крутилась с ними на кухне. Я думаю, когда выходишь замуж, да и пока мы встречались, я многое готовила и принимала друзей Брэдди. Это меня подзаряжает. Ты же тоже любишь готовить. Я знаю. Мы перемешали бобы и отправляем в духовку при температуре 180 градусов примерно на час. Слушай, от мелассы такой шикарный цвет. Очень красивая. Это мускулы. Видели какие? Вот еще одна вещь, которой нет у Брэдди. Ладно, бери пиво и пойдем проверим грудинку. За мной. Так точно. Брэдди и Нэт уже там. Вкусно пахнет, правда? Брэдди! Здорово, Кевин. Знакомы все лица. Я пойду. Иди, обойдусь без тебя. Спасибо. У нас только два бокала. Ты с собой принес. Проверим грудинку. Смотрите, просто прелесть. Родная, можно я сделаю так? Грудинку вперед. Ты балбис. Грудинка получилась восхитительная и пахнет здорово. Копченым пахнет. Боже, какой тяжелый кусок мяса. Замечательно. Оставлю ее на 30 минут, а потом начну резать. Мы будем преданы ее охранять, да? Помните, ребята на подходе, не прикасайтесь к ней. Ладно. У меня еще много работы на кухне. Слава богу, твоя сестра приедет. У меня уже глаза на затылке. Это чтобы вы были в курсе. Я немного побаиваюсь, Стив. Какая у меня классная жена. Жаль, что у нее глаза на затылке. Сегодня у моего мужа день рождения. И я готовлю трехъярусный морковный голый торт. А помогает мне моя прекрасная заловка Джилл Смит. Не знаю, что еще сегодня произойдет. Я благодарю Бога, что Джилл здесь. За то, что у меня осталось немного здравого смысла до того, как начнется безумная техасская тусовка. Да, именно поэтому мы сегодня пьем. Будет весело. А они всегда веселые. Я знаю. Джилл Смит, сестра Бредди, одна из моих самых близких подружек. Моя дочь считает ее лучшей тетей на всем свете, и я с этим согласна. Ты знаешь, что такое голый? Знаю. Без заливки. Глазурь только сверху и на слоях. По краям ничего. Лысый, голый. Ладно, начинаю с сухих ингредиентов. Три чашки муки. Столовая ложка перского порошка. Две чайные ложки пищевой соды. Две чайные ложки корицы. Обожаю корицу. Я тоже. Ваша мама приучила Харперу есть корицу с яблоками. Я видела, как она утром ела яблоки. Смешно. И чайную ложку молотого имбиря. Я люблю имбирь. Здесь все так вкусно пахнет. Мне тоже нравится. Никогда не делала морковный торт. Он тоже в новинку. Славно. Бредди любит морковный торт. Я сначала не думала, что ему понравится, но когда стала готовить, этот торт стал его любимым. Займемся жидкими ингредиентами. Берем две с половиной чашки коричневого сахара. Хватит болтать, пора начинать. Это из-за здесь написано. Я слышала ее. Полторы чашки растительного масла. Я запущу эту штуку. Сахар заставляет тебя улыбаться. Торт обязательно заставит. Так, взбиваем шесть яиц. День рождения Бредди всегда событие. Помнишь его сорокалетие? Он был сражен сюрпризом. Это было что-то. Да, мне понравилось, что девочки туда даже не пошли, а ребята пошли и разделись, и подошли к шесту. Да, ребята от скромности не умрут, я их знаю. Я тоже. Так, теперь по одному вводим яйца при включенном миксере. Добавляем две чайные ложки ванили. Потом сухие ингредиенты понемножку. Уже вкусно пахнет. Так, у нас четыре натертые макокки. Банка нарезанных кусочками ананасов, которые я уже промыла и выдавила из сок. Чашка нарубленного пекана. Орех штата Техас. Внимаем чашу. Разделим на три части, потому что у нас трясло. Какая прелесть. Форма покрыта пергаментной бумагой, чтобы было легче вынимать коржи. Я проголодалась. Я тоже уже готова облизать чашу, у меня аппетит размером с Техас. Вынимаю запеченные бабы. Я уже чувствую их запах. Дивный запах и превосходный вид. Ты только посмотри. Очень красиво. Оставлю их на секунду. Беру торт. Температура та же, 180 градусов. Ставим на 40-50 минут. Передай мне марину. Ребята, по-моему, подходят. Пора за стол? Давай садиться. Ох уж эти мальчишки. Когда впервые мы собрались вместе, они все приехали в Лос-Анджелес повидать своего приятеля Брэдди, я по-настоящему увидела истинное лицо этих ребят. Боже, они просто невероятные. Налетайте! Давай. Запеченные бабы. Супер. Почему аплодирует только я? Бабы. Обожаем бабы. Сейчас будет грудинка. Грудинка. Мясо, мясо, мясо. Сейчас мы нарежем нашу грудинку. Всегда сначала нужно дать мясу немного остыть, чтобы сохранить соки и чтобы легче было его резать. Полюбуйтесь, какая красота. Мясо, мясо. Какая зажарена у нее корочка, загляденье. Техасская команда нервно курит в углу. Режь быстрее, потому что коп угрожающе дышит мне в затылок. Боже. Ну все, прошу к столу. Налетайте. Тарелки. Мясо. Это моя тарелка. Моя. Смотрите, какие бабы. Все так элегантно, потрясающе. Лучшая техасская грудинка здесь, Тиффани. Кевин, ты меня хвалишь, я тронута. Мне нравится обсыпка. Из чего она? Я знала, что ты оценишь. Я знала, Рэнди. Она вкусная, мне понравилась. Здорово, я рада. У меня даже усы взбодрились. Бобы необыкновенные. Это рецепт моей мамы, Рэббл. Правда? Да, немного сладкий, немного острый и капелька бекона. Я пожарила лук в жире от бекона. Много чеснока, жир от бекона – это тема. Мне понравился кукурузный салат, отлично смешала хикамо с ним. Его хорошо есть вместе с этой тяжелой едой, которая у нас. Мальчишки, вы довольны? Очень, спасибо. Повезло тебе с женой. Молодец, милая. Замечательно. И это все? Продолжайте. Да я пошутила. Я приготовила вам небольшой сюрприз. В его названии есть слово «голый». Да ты что, парни всего? Мои коржи уже остыли, начинаю собирать торт. Вот моя домашняя глазурь, идеальная для морковного торта. Я просто смешиваю 450 граммов сливочного сыра комнатной температуры, пачку несоленого масла, две чашки сахарной пудры, три чайные ложки апельсинового экстракта и цедру апельсина. Взбиваю до образования однородной массы. Пора делать торт. Кладу по центру, беру щедрую порцию глазури, равномерно распределяю. Особенность гулого торта в том, что его не покрывают со всех сторон, а только сверху. У крема такой дивный запах. Мне нравится, что в нем видна цедра лимона. Она придает дивный оттенок. Слой номер два кладем сверху. И снова обмазываем его. Готово. Красота. Торт для именинника. Цедра апельсина для красоты и для цвета. Они сразу же почувствуют аромат апельсина, когда я принесу торт. Как красиво. Просто сказка. И, конечно же, именинные свечи. Бенгальские огни. Идеально. Пора мужу загадать праздничные желания и задуть свечи. Брэдди не мягкий человек, скорее сложный. Всегда существует борьба между тортом и начинкой. И мне кажется, этот торт является собой их идеальный баланс. С днём рождения. С днём рождения, Брэдди. С днём рождения. Я люблю тебя. Отличный вид. Фейерверк. Только для тебя, родной. Только для тебя. Я думал, ты разденешься. Вот идиоты. Эти ребята одна компания. Компания Брэдди. Сейчас всех обслужу. Готов. Потрясающе выглядит. Это и есть морковный торт? Да, это он. Отличный вид. И ещё с пеканом. Он будет лучше смотреться на твоём лице. Нет, я готов слезать его. Я должна была знать, что это произойдёт. Дорогой ты как? Он правда вкусный. Вкусный, даже если он у тебя в носу. Теперь хорошо. Спасибо, ты умница. И лучше всех в мире чистишь нос от морковного торта. Ребята, спасибо, что пришли. Очень вкусно. В нём есть имбирь? Молодец, почувствовал. Тиф, мне понравилась цедра апельсина. Очень вкусно. Я рада. Он очень сочный. Наверное, от пота. Ладно, хватит прикалываться. Я хотела бы поднять бокал за моего удивительного, прекрасного, необыкновенного, весёлого, наивного и потрясающего мужа. Скажу больше, отца Брэдди. С днём рождения, Брэдди. За вас. За тебя. За тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова